Равносторонние треугольники и мы видим прямоугольник на канале, что бы идеально найти его углы А на глаз с 120 градусов Когда вы рисуете теоретический чертеж программу минимум, чтобы его было видно Прямоугольный треугольник нарисовать в сетранке очень легко Равносторонний треугольник наоборот рисуется непонятно Да Тут мы видим, что у нас есть что? Это же посторонний треугольник, это мы видим прямоугольник. Да. И это вот примерно половина этого треугольника. Что значит примерно? Нам нужно точное рассуждение. Да. Вот это, если это всего 50 градусов, это 30 градусов. Да, конечно. А вот это 30, это 15. Нет, а вот это неизвестно, половина это или чуть-чуть другая величина. Мы не уверены, что там ровно половина. Более того, бывает, что там не половина. При разных размерах там бывают разные углы. Надо знать такую штуку. В диаметрии, на начальном этапе изучения диаметрии, очень важны конгруентные треугольники. Вот где-то в 5, 6, 7 классе многие задачи решаются таким образом. Надо увидеть, что на картинке два треугольника конкурентны. С 0, а 0, а 0, а 0, а 0, они действительно конкурентны. Но это не те треугольники, которые нужны. Найдите на этой картинке два одинаковых треугольника, которые в разных местах, но которые на самом деле один и тот же. Да, покажите. Нет, они подобные, но неравные. Они равносторонние треугольники, может быть разных размеров. Никто не сказал, что отрезок АВ0 равен отрезку БА0. Заметьте, точек-то ведь не так много, а вы не видите конкурентные треугольники. Да, про это уже говорили, но это не помогает решать задачу. Неважно, это примерно то же самое. Когда вы проводите средние линии, то, конечно, возникают такие треугольники, но это здесь не треугольник, не обязательно равносторонний. Когда у него нарисованы средние линии, ребята, это любой треугольник так устроен. Теорема о средней линии треугольника. Вот если есть любой треугольник, и в нем нарисованы средние линии, то тогда вот такой закон. Поняли, да? Средняя линия равна половине стороны. Отметим равна половине стороны. Надо заштриховать их. По двум сторонам и углу между ними. Коль, будь добр, напиши, пожалуйста. ПБ нулевое равно С нулевое А нулевое. Это понятно почему? Потому что ПБ нулевое – это то же самое, что Б нулевое А. А это то же самое, что Б нулевое С. А это то же самое, что С нулевое А нулевое. Так? Эти отрезки все равны. ПБ нулевое – то же самое. Дальше. Б нулевое С нулевое это? А ноль Q. Почему? Да понятно почему. Б нулевое С нулевое равняется С А нулевое, а это равняется А нулевое B, а это равняется А нулевое Q. Замечательно. И теперь еще нужен угол между этими сторонами. Пиши. Угол P, B нулевое, С нулевое. Сколько градусов? Вот. Этот отрезок. Правильно этому. Правильно этому. Вот. Я доказал про две стороны и оба между ними. Поэтому эти два треугольника. Все поняли? Какие две стороны? Коль, будь добр, пожалуйста. Нарисуй синим цветом стороны одного треугольника. Прямо там, на картинке. Синим цветом выдели вот это и вот это, да. И после этого выдели у другого треугольника тоже синим цветом. Тем же самым. Все видят теперь, да? И между ними тоже 150 градусов. Так. Отлично. Дальше что делаем? Теперь надо найти угол P, C0, Q. Да. Мы тогда найдем все уголы. Потому что P, C0, а его C0, Q. Ну, потому что треугольники были равны, значит, соответствующие стороны равны. Кстати, напиши-ка это. Из равенства треугольников P, C0, уже равняется C0, Q. Это же замечательно. Мы поняли, что эти два треугольника конкуренты. Значит, P, C0, равно C0, Q. Дальше. Теперь, вот этот угол равен вот этому углу, так? Да. Этот угол равен этому углу. Да. Поэтому сумма вот этих двух затрашенных углов 30 градусов. 180 минус 150. Они равны сумме вот этих углов. А их сумма это 180 минус этот угол. Угол P, C0, Q. Он состоит из трех углов. Дальше 90 градусов. И дальше вот такого. Все понимают? Да. Равно вместо P, C0, B0. Что пишем? P, C0, B0. Пишем C0, Q, A0. Да. И вместо того угла пишем что? Его замовол. Да. Дальше. Их сумма это на самом деле дополнение до 180 к вот такому углу. Минус 150. Да. И ответ будет? 120. Пишем. 120 градусов. Но если это 120, то другие два угла равны 30 градусов. Ну да. Понятно. Да. Вот. Все. Так, поняли ответ? Да. 120, 30 и 30. Смотрите. Давайте. В следующем году я знаю. В следующем году я посмотрю. Продолжение следует...